Ваше слово. Ладно, у меня вторая линия, я скоро буду. Пока. Однажды ты выиграешь Оскар за роль заботливого мужа. Не отвлекай. Сегодня меня обязательно повезет. All in. Вабанг. Дружище, ты серьезно? Пас. Пас. Прости, родная. Я задержался. Леша, ты же сказал, что скоро будешь. Да, но много работы, я не мог вырваться. Давай я тебя отнесу в спальню. Я приготовила тебе сюрприз. Я видел. Ужин. Очень красиво, я уверен, очень вкусно. Я завтра разогрею, хорошо? Да, ладно. Не сердись. Я люблю тебя. И я тебя тоже. Отдыхай. И все-таки, зачем я тебе в офисе? Я же тебе говорил, что у меня тоже есть сюрприз. И он покруче ужина. Никаких мыслей на этот счет нет? Твой изумительный муж договорился об инвестициях с Боголеповым. Ты все-таки его дожал. Дожал? Он заработает миллионы на твоем антибиотике. Слушай, может быть надо было купить в офисе шампанское? Ну, как-то отпраздновать. Свет, вот подпишемся и будем праздновать. А пока рано. Видишь? Твой муж тоже умеет управлять компанией, пока кто-то решил поиграть в домохозяйку. Леша, давай не будем. Ты знаешь, почему я сделала такой выбор. Прости. Знаю. Знаешь, я хотела сказать по поводу нашей семьи. Ты меня слушаешь? Подожди, подожди. Ты с ума сошел? Ты нас убить хочешь? Прости, прости. Тут порядки? Нет. Я испугалась. И не за себя. Зайца, мне не надо переживать. Ты же знаешь, я больше десяти лет за рулем. Пойдем? Все будут рады тебя видеть. Особенно Илья. Перестань. Как вы видите на этом нудном графике, спасибо, Илья Борисович, продажи нашего продукта только растут. Растут непредсказуемо. Даже не в сезон ОРВИ. Это заслуга Светланы Викторовны, которая создала чудо-антибиотик. Он теперь кормит семьи всех присутствующих здесь. Леш, перестань. Это общая победа. Светлана Викторовна, ваша скромность делает вам честь. Но мы с вами собрались не по этому поводу. Компания Universal Farm выделяет нам 5 миллионов евро. Эти деньги пойдут на доработку продукта и выведение его на международные рынки. Договор подписываем на этой неделе. Я поздравляю всех нас. Вы же сделали просто невозможное. У меня к вам пару вопросов. Свет, поздравляю. Это твоя победа. Так ты теперь вернешься на работу? Нет, пока нет. Ладно. Ты все равно когда-нибудь вернешься. Вряд ли ты сможешь разлюбить науку. Я хочу любить не только науку. Все считали, что тебя ждет Нобелевка по химии. А я, кстати, до сих пор так считаю. А ты в универе рассказывала, что хочешь троих детей. Все еще так смеялись. Кстати, я забыла рассказать. Я увидела... Илья Борисович до сих пор по ней сохнет. Они знакомы давно. Учились вместе. Кто знает, что между ними было. Кто знает, что между ними сейчас. Наташ, привет. Здравствуйте. Ну, прекрасно выглядишь. Прямо светишься. Спасибо, Светлана Викторовна. Хорошо, что вы в офисе, Светлана Викторовна. Мне как раз нужно декретный подписать. Ну, да-да. Уже пора. Какой месяц? Шестой, седьмой? Седьмой. Но вы уже готовы? Все купили? Имя выбрали? А почему на «вы»? А, нет, в смысле, вы мама и папа. Но я же не знаю, кто у нас счастливый папа. Ты же о нем ничего не рассказываешь? Наташа, Илья, извините, я украду жену на минутку. Простите. Свет, пока. Пока. Пойдем. Оказывается, я скучала по офису. Настоятельно рекомендую сохранить тебе твое праздничное настроение для вечера. А что ты уже задумал? Моя королева, я приглашаю вас на бал. Леш, бал, маскарад? Да, такие задевают обычно в пафосных кругах. Знаешь, там венский бал, изысканная одежда и нужные люди. Самое главное, там будет Боголепов с женой. Ой, ты думаешь, когда он увидит тебя во фраке, он прям там подпишет договор? Я думаю, что ты должна выбрать себе шикарное платье и затмить всех. На самом деле, я хотела с тобой вечером поужинать дома и поговорить. Свет, ты меня не слышишь? Там будет неформальная обстановка, и Боголепов давно хотел познакомиться с тобой лично. Ну, хорошо. Хорошо, если это так важно для тебя, то... Это важно для нас. Ой, Наташ, ты, наверное, документы подписать на декрет? Да, можно. Да, давай. Алексей Александрович, я уточнила, маркетологи закончили отчет по прошлому месяцу, я скоро распечатаю и принесу. Да, без проблем. Это может подождать и до завтра. И поздравляю вас. Этот договор, это очень круто. Вы молодец. Спасибо, но... Не забудьте поздравить Светлану Викторовну, все-таки это ее заслуга. Наташ, не слушай его. Он этой сделки хотел больше всех. Ну вот. Желаю счастливого декрета. Пусть роды пройдут гладко, и малыш всегда радует своих родителей. Спасибо. Я, наверное, зря про родителей. Ты не знаешь, она одна рожает, или у ребенка есть отец? Свет, я стараюсь не лезть в личную жизнь других людей. Пусть сама разбирается, пусть что хочет, то делает. Ты лучше думай про платье. Надо самое красивое. Хорошо, найду. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Добрый. Мне нужно выбрать платье. У вас же можно взять на прокат? Конечно, любой наряд. А какой повод? Баловый маскарад. Это тот, что сегодня вечером? Да. Ох уж эти мне балы. Это что-то невероятное. Прошу вас. Интересно, что они придумали на этот раз. В прошлом году, кстати, был очень приличный денежный приз за лучший костюм. Примерьте, вам будет к лицу. Ой. Пожалуйста. Ну, на самом деле, я не бываю на таких мероприятиях. Это первый раз, и то по просьбе мужа. А мы сейчас изменим ваши отношения. Посмотрите. В правильном платье вы сами захотите поехать на бал. Уж вы мне поверьте. Так. Так. Здесь у нас новая коллекция молодого дизайнера. Вот, например. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Как романтично. Просто из другой эпохи. Платье для современной Золушки. Ой, спасибо. Это очень красиво. Но... Но я, конечно, не Золушка. Вы примерьте. А платье все сделает за вас. Так. Пожалуйста. 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 Ну что, вы готовы стать сказочным персонажем? Ну что, вы готовы стать сказочным персонажем? Пожалуй, да. Сегодня я буду принцессой. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Ты настоящая принцесса. Как тебе я? Джокер. Неожиданный выбор. Только, пожалуйста, не смейся, как он. Договорились. Прошу. Благодарю. 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 Да уж, я не знала, что люди так серьезно относятся к маскараду. Эти дурацкие маски. Вот как мне теперь понять, где Боголепов и его жена? Вот они. Пойдем. Ага. Аркадий Степанович, это вы не ожидал вас здесь увидеть. Светлана Викторовна, очень рад встрече. Здравствуйте. Как вы, наверное, догадываетесь, я наводил справки. И мне вас рекомендовали как очень талантливого химика-фармацевта. Но забыли добавить, что вы очень красивая женщина. Благодарю. Дорогой, мне уже нужно ревновать. Извините. Софья Анатольевна, моя лучшая во всех отношениях половина. Это Алексей и Светлана Аверины. Я собираюсь инвестировать в их фармакомпанию. А, я поняла, кто вы. Аркадий очень серьезный инвестор, который не делится своими источниками информации. Но хочу сказать, что первый. О вашем препарате ему рассказала я. Лечила ангину у детей. Надеюсь, теперь они здоровы? Вполне. За три дня вы лечились. Удивительно, что отечественный препарат на такое способен. Это он пока отечественный. Вскоре мы завоюем новые рынки. Благодаря вашим инвестициям и нашим способностям. Мир, держись! Давайте о завоевании мира поговорим в рабочее время. А теперь мы просто отдыхаем. Понял? О работе больше ни слова. Да. Аркаша, а что-то я детей не вижу. Сейчас найду. Свет, я отойду ненадолго. Леш, ты сам уговорил меня прийти, а сейчас уходишь? Да, ухожу. Ты поговори пока с женой Боголепова. Давай. Леш! Вы очень красивая пара. Спасибо. Простите за нескромный вопрос, а у вас дети есть? Нет, пока нет. Понимаю, карьера. Всю жизнь восхищалась деловыми женщинами. Ну, я не могу назвать себя деловой женщиной, и, знаете, дело не в карьере. А сколько лет вашим детям? Мариша восемь, Никите пять. А вот они, кстати, идут. Еле нашел, не хотели уходить. Привет! Привет, привет! Смотри, там жонглируют огнем. Настоящим огнем, представляешь? Пошли, мам. Как же я люблю эту маму. Извините нас, Свет, пожалуйста. Нам нужно джонглером. Конечно. Рада знакомству. Взаимно. Ну что, успел залезать раны после вчерашнего проигрыша? В смысле? Вчера был просто не мой день. А сегодня? А чё сегодня? Ну, готов отыграться? А чё, есть где? Чувак, ну тут же полно толстосумов, которые уверены, что не шарят в покере. Пойдем, покажу тебе игровой зал для избранных. А знаешь, пойду. Сегодня точно мой день. Ты всегда так говоришь. Ох ты, какая принцесса, а? Кажется, мы не знакомы. Слушай, так давай познакомимся. Будь моей королевой. Руки уберите. Подожди, подожди. Ты же даже не знаешь, кто я. Я сейчас эту маску сниму. Ты же сама на меня запрыгнешь. Хорошо, снимайте маску, мне будет удобнее влепить вам пощечину. Слышишь, со мной так никто не разговаривает. Уберите руки. Понятно? Руки уберите. Да чего ты? Уберите. Отстаньте от меня. Отойдите. Ну, да стой. Мужик, ты чё? Мы просто общаемся. Пошел вон. Бегом. Бегом. Мужик, ты чё? Мужик, ты чё? Чек. Аптек. Еще десяточку. Пласс. 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 Открывайте карты. Фулл хаус. Еще партию? Я бы сыграл, если ставки будут повышаться. Легко говорить. Сам с десятка пришел, 300 штук поднял. А ты учись, пока я жив. Нет, я на сегодня пас. Я же меню, вы бывшего игрока, никто не возражает. Конечно, никто не возражает. А кто это у нас, паяц? Только, уважаемые, маскарад там. Здесь, за покерным столом, анонимных игроков не бывает. Согласен. Тридцать тысяч. Тридцать тысяч. Тридцать тысяч. Ваше слово. Босс. Поддерживаю. Ваше слово. Пол-ин. Отвечаю. Открывайте карты, пожалуйста. Каре против Роял Флэша. Роял Флэш победил. В какой черт? Играем еще. Спокойно, Леша, ты только что 300 штук проиграл. Играем еще. Ты, я. По правилам играем только тем, что на столе. У вас ноль. Одолжишь? Не, пустое. Одолжите кто-нибудь. Ну? Не проблема. Я одолжу. 300 тысяч. Какова гарантия возврата долга? Ставлю свою фармкомпанию. Насколько мне известно, фирма принадлежит не вам, а вашей жене. Тогда ставлю жену. Слушай, это уже слишком. Оригинальная ставка. Никита! Спасибо вам огромное. Я видел, где рождается огонь. Дурачок ты мой. Пугал. Ваше слово? В темную. All in. Отвечаю. Открывайте карты, пожалуйста. Флэш. Раздавай заново. Леша, успокойся. Раздавай заново, ты ему подыгрываешь. С ума не сходи. У вас 12 часов на возврат долга. Какой долг? Партии не было. Была. По правилам каждый игрок должен защищать свою руку. Вы что здесь в сговоре? Пошли вон. Я не буду возвращать никакие деньги. Вообще-то мы играли на вашу жену. Только попробуй к ней приблизиться. Понял? У тебя 12 часов. Свет, нам пора. Леш, что случилось? И где ты так долго был? Я плохо себя чувствую. Простите, нам пора. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Спасибо за приятный вечер. Перестань. У меня и так голова раскалывается. Нет, Леш, я не хотела туда ехать. Ты меня уговорил. А потом и сейчас почти на час. Где ты был? Извини. Зато видишь, как получилось? Мы теперь раньше дома и можем вместе поужинать и поговорить, как ты хотела. Нет, я устала и хочу лечь. Подожди. Ты же помнишь мое правило? Никогда не ложись спать, не помирившись с женой. Ладно, я не сержусь. Но, пожалуйста, так больше никогда не делай. Обещаю. Пойдем спать. Ты иди, а я еще чуть поработаю. Леш, сейчас? Да, да. Мне нужно в срочном порядке отправить несколько писем. Давай, давай, я скоро приду. Леша. 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 Алло. Леша, ты где? Ты что, не ложился спать? Я просто проснулся, когда ты еще спала. Со мной все нормально, я в офис еду. В офис в 7 утра. Люблю тебя, пока. Алло, Саш, дружище, привет. Ты как? Нормально. Слушай, дело есть. Чего там? Отдолжи 300 тысяч. Ты что, совсем офонарел? Саш, ну, дорогой, я помню, помню, что я должен тебе 50 тысяч. Я верну, верну все с процентами. Отвечай. Черт. Что? Алло, да это не тебе. Сань, так что, мне на тебя рассчитывать? Дружище, спасай. 300 штук до понедельника. А я тебе что говорил? Не играй. Ну, ты же у нас никого не слушаешь. Сегодня мой день, сегодня мой день. Да у меня и нет таких денег. Сколько есть? Сейчас нисколько. Сколько? Как только появится, Леш, я тебе обязательно одолжу. Ты же меня знаешь. Сука. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Заходите. Скажите, результаты анализов уже готовы? Просто хочу рассказать мужу во всех подробностях. Светлана, мне очень жаль. Ну, жаль? А во чем? Результаты ХГЧ не подтверждают беременности. Подождите, но тест показал две полоски. Да, но дело в том, что на фоне гормональной терапии, которую вы сейчас проходите, тесты нередко бывают ложноположительные. Вы что, не слышите? Две полоски. Ну, я не знаю, ну, проверьте еще раз, ну, вдруг это ошибка. Ну, давайте мы сделаем УЗИ. Светлана, вы не беременны. Пока не беременны. Но динамика лечения положительная. У вас гормоны в порядке. Результаты анализов отличные. Вы в любой момент можете стать матерью. Вы мне это уже полгода говорите. А толку? Послушайте, я вас прекрасно понимаю. Нет, вы не понимаете. Никто ничего не понимает. Господи, да мне каждую ночь снится, что ребенок толкается у меня в животе. Я просыпаюсь и ничего. Полтора года прошло, а болит все так же. Дело в том, что выкидыш на позднем сроке, это всегда нелегко, но вам пора прийти в себя, живите полной жизнью, встречайтесь с друзьями, занимайтесь хобби, работайте. Нет, спасибо. Спасибо, я уже поработала по 12 часов на седьмом месяце беременности. Перестаньте себя винить. Причина выкидыша неизвестна. Это могло случиться даже с неработающей женщиной, понимаете? Но случилось именно со мной. Господи, зачем я жила в этой лаборатории? Дышала этими опасными реактивами. Нет, нет, я сейчас все понимаю, но о чем я думала тогда, я не знаю. Светлана, вы опять говорите о прошлом. А о чем мне еще говорить? Если мое счастье осталось в прошлом. Нет, послезавтра не подходит. Завтра тоже не подходит. Деньги нужны прямо сегодня. Не получится? Ну и пока. Черт бы вас побрал. Станислав Сергеевич, хорошо, что вы пришли. Заходите, присаживайтесь. Чай, кофе? Нет, спасибо. Вы хотели о чем-то поговорить. Да, у меня очень срочно, очень важное дело. Нам нужно кое-кому сегодня на его счет перевести 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов? Деньги немаленькие, надо посмотреть в остатках. А у вас же есть договор подписанный? Ну или счет фактура с реквизитами? Что бы мы могли нормально провести через бухгалтерию? Если бы у меня был подписан договор и счет фактура с реквизитами, я бы справился без вас. Я вам пытаюсь объяснить. Это очень важное дело. Это надо для наших партнеров, которые испытывают временные финансовые трудности. Алексей Александрович, ну какие временные финансовые трудности? Послушайте. Одно дело, когда я для вас выводил небольшие суммы, но другое дело, знаете ли... Я вам говорю, что это не для меня. Это для наших партнеров. И Светлана Викторовна в курсе. Ну хорошо. Но я все равно не могу куда-то перечислить 300 тысяч долларов без подтверждения целевого назначения денег. Но это очень срочно, очень важно. Простите, но нет. Нет? Нет. Станислав Сергеевич, вы здесь финансовый директор. А я тот человек, который принимает ключевые решения. Алексей Александрович, здесь генеральный директор, ваша жена. Это вы сейчас на что намекаете? Я не намекаю. Я прямым текстом говорю. Отправлю деньги, если перевод одобрит Светлана Викторовна. Я вам сказал, что Светлана Викторовна в курсе. Вот и отлично. Значит, ждем от нее подтверждение. Светлана Викторовна в курсе. Давай вот эту сумку. Хорошо. Добрый день. Светочка, здравствуйте. Я пришла вернуть платье. Что-то не так? Нет, нет. Платье прекрасное. Спасибо. Погодите. У нас сегодня фотосессия для рекламного буклета. У меня к вам будет просьба. Я наблюдала за вами во время примерки. Я хочу вам сказать, что это платье, оно действительно, действительно ваше. Ну, мне кажется, что такое платье всем к лицу. Неправда. Дело не в платье, дело в вас. Ну, вернее, в сочетании. Вас и платье. Можно вас сфотографировать? Ну, я же не модель, и настроение сегодня не самое подходящее. Вы знаете, фотосессия с профессионалом, а Семен у нас стопроцентный профессионал. Улучшит ваше настроение. Ну? Умейте вы уговорить. Пойдемте. Вот отчет, о котором ты просил. В двух вариантах. Максимально подробно, вплоть до использования реактивов. И упрощенно. Если вдруг юристы Боголепова не захотят вдаваться в детали. Спасибо. Так, какой вариант им нужен? Я не знаю, я не юрист. Быть может, нам зайти немного позже? Когда ты будешь готов воспринимать информацию? Я сейчас готов воспринимать информацию. Если ты не знаешь, как составить отчет, не надо из меня делать дурака. Я могу подготовить отчет. Просто мне нужны внятные и конгруентные вводные. Конгруентные? Вводные? Ты более пафосного выражения не мог найти? Я позвоню юристам Боголепова. Запрошу вводные у них. Илья! Позаботьтесь, чтобы они были конгруентными. Всем спасибо. На сегодня совещание окончено. Да. Когда мне ждать свой выигрыш? На кой черт ты мне звонишь? Я спросил, когда. Я не буду возвращать тебе никаких денег. Это твое последнее слово. Я тебе ничего не должен. Забудь! Ну что ж, ты сделал свой выбор. Очень красиво. Да, Витечка больше к солнышку. Молодец. Очень хорошо. А вы зря говорили, что не модель. Вы очень красивая и фотогеничная. У меня последний раз фотосессия была на свадьбе. И то мы так спешили. А теперь я получаю удовольствие. Простите, пожалуйста. Ничего, я на секундочку. Алло? Ты дома? Нет. Срочно едь домой и ни с кем не разговаривай. Принято. Работаем. Леш, ты можешь нормально объяснить, что происходит? Света, я дома все объяснил. Вызывай такси прямо сейчас и едь домой. Слышишь меня? Свет, ты слышишь меня? Помогите! Помогите! Свет, ты меня слышишь? Алло! Алло. Вы кто? Я фотограф. Где моя жена? Я отошел на минуту, а она исчезла. Что ты с ней сделал? Когда вернешь мои деньги? У меня нет таких денег. Если обратишься в полицию, ты их больше не увидишь. Замечательно. Куда вы меня ведете? Не трогайте меня! Не трогайте меня! Стой! Стой! Увы! Вчера вы меня спасли, а сегодня похитили? Леша, привет! Мы тебя сегодня не ждали. Ой, ножка бьется. Папу отведите. Потрогай. Что-то случилось? Свету похитили. Проходите. Кто вы такой, что вам нужно? По коридору спальни и ванная комната. Что я здесь делаю? Там вы найдете все необходимое. Вы об этом пожалеете. В шкафу постельное белье. Спокойной ночи. Выпустите меня! Нет! Это сейчас невозможно. Да? А когда это будет возможно? Это вообще зависит от вашего мужа. От Леши? Да. А вы требуете с него выкуп? Нет, ни в коем случае. Тогда что? Это только между мной и вашим мужем. Леша меня найдет и вам это с рук не сойдет. Ясно? Это не важно. Я буду кричать! Хорошо. Кричите. Помогите! Мы в лесу. До ближайшего населенного пункта 10 километров. Вас никто не услышит. Только не надо меня пугать. А стекла противоударные. Я же говорил. И вы под охраной. Вы за это ответите. Еще раз. Спокойной ночи. А ты знаешь, сколько лет я ждал этих денег? Так, мне нужны эти деньги, понимаешь? Извини про нее, это я зря ляпнула, но мне плевать на деньги. Я хочу, чтобы ты был рядом. Это все, что мне сейчас нужно. А мне не плевать на деньги. Ты что хочешь? Чтобы я вот в этой хрущевке с тобой всю жизнь жил? Или на метро вместе катали, а? А что вы там такого? Я вообще-то так живу. А я так жить не буду. Ладно, прости. Дорогая, я же это не для себя. Я это для нас. Для нас и нашего малыша. Ты же хочешь, чтобы у него было все. Хочу. Вот. А для этого мне нужно найти ее и вернуть. Все подписать. И мы все будем счастливы. Поплакать ты еще успеешь. Уже кое-что. Что это? Что это? Жидкость для снятия лака. Отлично. Белестно. Супер. Ну что? Органическая химия. АТСЯЖ хлор-3. Погнали. Красивое было платье. Эй, слышь, я пожрать принес. Подождите минуту. Ты что? Не голая, что ли? Подождите, говорю. Все, можете входить. Ты что, в спальню, что ли? Неужели я его пропустил? Аркадий Степанович, Алексей. Доброе утро. Извините, что я так вот врываюсь. Но это не телефонный разговор. Что-то случилось? Светлана. Светлана, она не сможет быть в строю через два дня. И я хотел бы попросить вас перенести подписание договора. Ну хорошо. У меня со вторника командировка в Лион. Давай встретимся позже. Спасибо вам большое. Скажи, а что со Светланой? Выкидыш. Опять выкидыш. На нее больно смотреть. Искренне сочувствую. Алексей, иногда такая беда даже сближает. Береги ее. Она у тебя особенная. Спасибо. Как будет лес? Я не помню. Вы хотите что-нибудь помнить? Женский род. Помоляю, помогите. Меня похитили. Заперли в доме. Здесь, рядом, в лесу. Пожалуйста, позвоните в полицию. Нужно позвать папу. Он вам поможет. Он хороший. И сильный. Это папа. Папа, иди скорее сюда. Этой тете нужна помощь. Ее украли. Это он меня похитил. Пожалуйста, умоляю. Позвоните в полицию. Пожалуйста. Лариша, я же вас просил не водить детей в эту часть сада. Извините. Я помогу тете. Все будет хорошо. Пойдемте. Пойдемте. Зря вы это сделали. Это были ваши дети? А что, если они узнают, что их отец преступник и похищает людей? Даже не смейте смотреть на моих детей. Что вы с ними сделали? На тряпке что, хлороформ? Трихлорметан? Нет. Но близко по действию. Не бойтесь, жить он будет. Босс, короче меня. Я зашел. Давай, давай. На выход. А еще? Вам надо пить сегодня много воды. Воздержитесь от кофе, чая, алкоголя. Так токсины выйдут быстрее. И съешьте что-нибудь сладкое. Вам нужна глюкоза. Лиза, сумешевестная. Давай, давай. Потом поговорим. Единственное, что вы добились своим побегом. Это учление охраны. А та девушка с детьми. Не боитесь, что она вызовет полицию? Не боюсь. А еще раз бежите, я вас на цыпь посажу. Я все равно сбегу. И вам нужна другая одежда. Только не стройте из себя благодетеля. Я терпеть не могу лицемерие. Я тоже. Папа, а ты знаешь эту тетю? Андрюша, а кто доедать будет? Она наша дальняя родственница. У нее сейчас сложный период в жизни. Меня попросили за ней присмотреть. Поэтому пока что она поживет в госевом домике. А почему она одна в лесу ходила? У нее был нервный срыв. Она испугалась, побежала в лес. Я не знаю. Андрюша, дай, дай. Ты задержишь Валентину Ивановну. Сейчас. А она что, чокнутая? Оксана, нельзя так о взрослых. Я точно не знаю, но к домику пока лучше не ходить. Она больше не убежит? Нет. Она успокоилась. Сказала, что ей даже нравится у нас. И просила ее не беспокоить. Дети, а давайте пообещаем папе, что мы больше не будем гулять возле гостевого домика. Да? Да. Спасибо. Было очень вкусно. Дети, а спасибо сказать Валентине Ивановне. Спасибо. Мы к себе. На здоровье. Спасибо. Лара, подождите. Я вас понимаю, вы, конечно, учите языка, но я также просил вас следить за их передвижением. Простите, но мы гуляли в саду. В дальней части, куда я просил их не водить. Я купил этот дом специально вдали от всех, чтобы дети были в безопасности. И не общались с теми, с кем общаться не нужно. Вадим, я сделаю все, что... Не надо делать все. Только то, о чем я вас прошу. Давай быстрее включай мистера Фокси, пока Лара не пришла сюда со своим Франце. Сейчас. Надо найти новую серию. Думаешь, папа врет про эту родственницу? Oui, bien sûr. И я так думаю, что он это все придумал. Чокнутые люди не так выглядят. А как? Ну, не знаю. Как-то более чокнуто. Нашел. Если успеем, нужно будет сходить в гостевом домике. Ага. Ты можешь смотреть. Делайте только то, о чем я вас попрошу. Достала. Что ты жалуешься? Серьезно, как я знаю. Живешь вон в красивой хате. Ты вообще классный не перепадает. А меня эта родственница сегодня чуть не убила. Угу. Родственница. Он детям сказал, что у нее с головой проблемы. Не знаю. Все брожалку не варит. Прикинь, она эту шнягу этот, как вам? Хла... Хли... Хлорофор. Вот, форма этот. Она его сама нахимичила. И красивая такая. Блонинка. Не то что ты. И я бы ее... Угу. Ты бы тетю Валю повариху тоже, Бета. Слушай, ну не всем же на хозяев западать, а? У меня жрачка есть, есть норм. За П платят, платят, норм. Езди спать, есть норм. Все. Да тебе норм. Я не собираю всю жизнь гувернанткой горбатиться. Так нафига надо было наше ПГТ бросать и в ПИДым поступать? Я буду учить французский, английский, еще что-то. Нафига. А для того, дорогой братик, что хозяева нанимают гувернанток с чем? Ясно с чем. За знанием языков, придурок. Ага. А из них кто может получиться? Кто? Отличная мачеха, хозяйка дома. Ларка, ты здесь уже год расшиваешься. Что-то он не спешит тебя в хозяйке дома звать. А сейчас это нарисовалось. Лар, может он ее позовет? Слушай, заткнись и жри свои сырники. Смотри, не подавись. Дура. Так, ладно, у меня неделя, это уже что-то. Я так рада, что ты сегодня веселее. Мы в офисе. Ну и что? Да-да, заходите. Наташа, ты кофе несешь? Да, Алексей Александрович, сейчас. Ну ты энерджайзер. В декрет когда? На днях, пока не хочется. Что хотел? Нужно поговорить со Светланой, а дозвониться я не могу. А со мной этот вопрос нельзя обсудить? К сожалению, нет. Нужен специалист с химическим образованием. Светлана будет сегодня? Она заболела. У нее очень сильно заболело горло. Так, извини, у меня срочный звонок. Приятного аппетита. Спасибо. Алло, да, сколько можно спать? У меня работа ночная, забыл. Ты что звонил? Ты помнишь мужика, которому я проиграл? Со шрамом такой. Ну, такого забудешь. Ты знаешь, где его искать? Леша, во-первых, раз в жизни там видела. Он мне дал пару штук зеленых, чтобы сесть на мое место и все. Ты охренел? А почему я узнаю об этом только сейчас? Ну, когда бы я успел? Он сказал, что хочет отыграться у мужика, который слева от меня сидел. Кто же знал, что он против тебя попрел? Ты не знал? А я сейчас такой же из-за тебя. Так, ладно. Ты точно не знаешь, где он живет? Как его найти? Прости, старик. Если бы я знал, я бы помог. Правда. Спасибо, пока. Не знал он. Мудак. Леша, что такое? Не суй нос не в свое дело. Так, собери всех в малой переговорной. У меня есть срочное объявление. Какое? Услышишь? Со всеми. Давай. Это вы, умоляю, позвоните в полицию или моему мужу. Откуда мне знать, что вы не будете? Зачем вы, Вадим? Значит, его зовут Вадим? Я клянусь вам, я его не знаю. Я даже не представляю, зачем я ему. У него какие-то претензии к моему мужу. Позвоните мужу, он подтвердит. Его зовут Алексей. Алексей Аверин. А вас? Света. Светлана Аверина. Пожалуйста, умоляю, я продиктую вам номер. Хорошо, давайте. Вадим. Вадим, пожалуйста, простите меня. Это дурацкое женское любопытство. Это не любопытство, это увольнение. Пожалуйста, подождите меня, выслушайте меня. Представьте себя на моем месте. К вам подходит женщина, говорит, что ее похитили, просит о помощи. Я вам объяснил несколько раз, ей ничего не угрожает. Это все, что вам нужно было знать, все. Да, и вы правы, я абсолютно вам доверяю. А я вам не доверяю. Понимаю, и если быть абсолютно честной, то я пришла сюда не из-за любопытства, а из ревности. Лара, мы это обсудили. Вы намного младше меня. Да, и... Но я не могу забыть ту ночь. Я вас постоянно ко всем ревную. Послушайте, это был один раз. Один раз, это больше никогда не повторится. Мне нужно было сразу вам найти другую работу. Так вот, почему вы хотите от меня избавиться. Мне рассказывали, что так поступают с гувернантками. К вам здесь не относятся, как прислуги. Да. Я принимаю тот факт, что между нами ничего не может быть. Нам с братом очень нравится у вас работать. Дети меня любят. Оксанке уже дается французский. Андрюша освоил грамматику. Я вас очень прошу, не рубите с плеча. Пожалуйста. Ну хорошо, вы остаетесь. Пока остаетесь. Спасибо. Огромное спасибо. И... Вы не могли бы одолжить моей родственнице что-нибудь из-за одежды. Да, конечно. Все в сборе. Доброе утро. Всем, кого еще не видел. Значит, у нас такие новости. Светлана Викторовна заболела. Ничего серьезного. Слава богу, что наш будущий инвестор согласился перенести подписание договора на несколько дней. Поэтому я буду работать из дома, присмотрю за женой, на имейлы отвечаю, на телефонные звонки тоже. Я вас всех очень прошу, продолжайте работать в привычном режиме. Спасибо. Спасибо. Светлана серьезно заболела? Ничего серьезного. Она просила сотрудников не волноваться. Хорошо. Не буду волноваться. Просто навещу ее. Илья Борисович, у нее муж есть. Она не нуждается в заботе других мужчин. Да. Конечно. Алексей Александрович, у меня остались вопросы. Можно? Задавайте. Почему тебя не будет в офисе? Ты куда-то уезжаешь? Моя проблема сама себя не решит. Куда ты едешь? В свой родной город. В его тоже. Похитителя? Леша, почему я не могу с тобой поехать? Я вообще-то не отдыхать еду. На живот свой посмотри. Что живот? Я себя прекрасно чувствую. Тем более, меня там никто не знает. Даже от знакомых прятаться не надо. Наташа, а вот ты там что делать будешь? Целыми днями в отеле просиживать? Леша, а ты не думал, что тебе опасно самому о нем справки наводить? Почему? Ну смотри, тебя может кто-то узнать и передать ему. И он тогда перепрячет Светлану. А я могу выяснить все, что тебе нужно, не вызывая подозрений. Беременным вообще никто не отказывает. Ладно, со мной поедешь. Только без самодеятельности. Садись. Одежда и обувь для вашей. Не нужно. И еду тоже заберите. Голодовка эта глупо. А умнее сделать вид, что я ваша гостья, а вы гостеприимный хозяин, да? Делайте, что хотите. Послушайте, вам нужны деньги? Сколько? Я заплачу. Нет. Должен заплатить ваш муж. И он заплатит. Бат! Тетя Валь, вот еще грязная посуда. Уже все сели, так быстро. Ну, что-что, аппетит у них отличный. Отдохни. А то они замучили тебя совсем. А я тебе чаем угощу с пирогом. Тетя Валь, ну, пирог на кухне, это не совсем мое. Я понимаю, ты с хозяином за одним столом ешь. Но побудь со мной. Костя отложу. Это пирог, любимый моего сына. Ну, ладно. Если только Косте кусочек отложить, наливайте чай. Я знаешь, что хочу у тебя спросить? Что? Костя тебе про родственницу хозяина ничего не рассказывал. А то он еду ей носит, а сам ни слова. Тетя Валь, ну, если Вадим не хочет об этом говорить, то я как бы тоже не могу. Вы извините. Да, это ты правильно. Но все-таки странно. Я давно у него работаю. Ни разу женщин не приводил. А тут прям в гостевой дом поселил. Знаю я таких родственниц. Она красивая? Ну, пирог, чай, пей. моему сыночку в Чехе такой пирог приготовит. Он у меня такой слесарь. Золотые руки. Работает, работает. Все, некогда жениться. Вот приедет, я тебя с ним познакомлю. А может быть, вначале фото твое отошлю. Тетя Валь, не надо. С другой стороны, хозяин еще молодой, чтобы рюком сидеть. Ему женщина хорошая нужна. Лара, ну так Костя видел ее? Красивая она? Или так себе? Так себе. Тетя Валь, так себе. Давайте пить чай. Угу. Давайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташ, просыпайся. Приехали. Ого. Я не знала, что ты из такого провинциального городка. Провинциального городка? Че, презираешь меня? Столичное? Нет, наоборот. Еще больше тобой восхищаюсь. Ты столького добился. Смотри, здесь есть неподалеку отель. Ну как отель? Гостишка. Без звезд. Мы сейчас все твои вещи туда закинем, которые ты понабирала. Заселимся. Потом сразу по делам поедем. Вечером вернемся и поужинаем. Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Когда человек потерял в один год и бизнес, и здоровье, и жену. Родственники. До свидания. До свидания. Что она сказала? Он переехал с детьми, она не знает куда. И все? Вы с ней долго разговаривали? Она разговорчивая. И как мне его найти? Смотри, пап, я все доел. Молодец, делай так всегда. А я всегда все доедаю. Тумочка. Можно завтра на озеро сходить? Пожалуйста, папа, пожалуйста, папочка. Валентина, а зачем вы привели сюда собаку? Это же столовая. Да он сам забежал, когда я дверь открыла. Спасибо, было очень вкусно. На озеро можно будет завтра сходить. Ура! Но следить за ними хорошо, потому что они не умеют плавать. Я по-собачьи умею. По-собачьи только Арчи умеет. Я обязательно посмотрю и не спущу с них глаз. Так, дети, а сейчас пойдемте читать «Марри Поппинс» на английском. Да, а я прогуляюсь с Арчи. Я хочу с тобой, папа. Ну, пожалуйста. Нет, уже поздно. И вас ждет «Марри Поппинс». Так, Арчи. О, господи. Ты видел этот ресторан? У них там в меню Оливье. Деревня. Ну, не знаю, по-моему, вкусно поужинали. Так, ладно, нам надо понять, что дальше делать. Леш! Что? А что на самом деле произошло между тобой и этим Вадимом? Рассказала тебе это утром. Кто, соседка? Ничего она мне не рассказывала. Просто в полицию ты не обращаешься. Могу нанять частного детектива, чтобы он ее нашел. Наташа! Ты меня в чем-то подозреваешь? Леш, я всегда на твоей стороне. Но я просто действительно не понимаю, что нужно сделать человеку, чтобы он похитил твою жену. Не понимаешь. Я тебе расскажу. Да! Я подумал, возможно, вы хотите прогуляцию. Не бойтесь, не укусит. Пойдем. У нас с этим Вадимом Левчуком был бизнес. Фирма называлась Аверин и Левчук. Занимались металлоконструкциями. Все шло хорошо, все развивалось, пошли деньги. И Вадиму снесло крышу. Он начал играть в покину. Однажды он сел за стол не с теми людьми. И очень крупно проигрался. Они начали ему угрожать. Он пришел ко мне, стал давить на жалость. Мол, у него семья, жена, дети ему угрожают. А я ему говорю, тебе лечиться надо. Ты же зависимый. Ты же каждый день за столом сидишь и в покер играешь. И ты ему отказал. Эти люди подожгли наш склад. Вадим пытался что-то там спасти, но не получилось. Только лицо себе попортил и в больницу попал. И ты потерял свой бизнес. Да черт с ним, с бизнесом. Он меня на следующий день встретил и избил. Ну, понимаешь, он человек такой. То есть делает сам, а винит других. Вы выгуливаете меня, как у пса. Хотите прекратить? Нет. А как вы приготовили хлороформ? Не скажу. Вы же на мои вопросы не отвечаете. А вы ему нравитесь. А он знает, что вы похищаете людей? Он бы меня простил, а ему жизнь спас. Кажется, это клещ. Он уже впился ему в кожу. Подержите, я достану. Посидите. А вы и это умеете? Ну, не так хорошо, как готовить трихлорметан, но умею. У меня в детстве тоже были собаки. Не такая большая, как у ваша. Но как за ней ухаживать, я знаю. Потерпи еще чуть-чуть. Хорошо? Так, еще... Я закончила. Спасибо. А можно задать вам вопрос? Да. Ваше лицо. Как это произошло? Ваши прогулки закончены. Так вот, почему он тебя ненавидит. Он, когда избил меня, я заявление в полицию написал. Его посадили. Пока он сидел, его жена Таня сильно заболела. Я пытался помочь чем мог. Деньгами, специалистов искал, но... Видимо, судьба у нее такая не справилась. Она умерла. Вадим вышел. У него ни бизнеса, ни жены. Кто виноват? Конечно, я. И поэтому он похитил Свету. А знаешь, что самое интересное в этой истории? Почему он 300 тысяч требует? Потому что тогда я ему именно 300 тысяч не одолжил. Но ведь я приблизительно такую сумму потратил на лечение его жены. Боже, какой урод. Зря вы мурите себя голодом. Возможно, вы здесь надолго. А кто решает, когда я выйду на свободу? Я решаю. Охранник скоро вернется. Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он никак не привыкнет. Ну, за что я тебе так не нрав... Лучше не надо. Да, насчет завтра мы договорились. Вы стороной обходите гостевой дом и следите за детьми на озере. Да? Конечно. Хорошо. Спокойной ночи. И вам доброй ночи. Ну, что, ну, ты была права, что-то там нечисто. Он эту родственницу повел гулять по лесу. Прикинь. Что? Ага. Ходили там, щучокались. Даже собаку гладила. В общем, такие ляля-тополя. Прикинь, наш Квазиморда даже несколько колосу дубнулся. Короче, романтика у них там лесная. Нет. Не нужны нам такие родственницы. Леш, ты куда? А у меня появилась новая идея, как найти Вадима. Моя помощь нужна? Нет, Заяц, ты у меня такая любопытная, не надо. Ну, а что мне здесь одной целый день делать? А ты в курсе, что у нас здесь Ваня Толычев похоронен? Кто? Как ты не знаешь? Ваня Толычев, это же известный рок-музыкант. Он еще 27 лет на байке разбился. Ты что, к нему до сих пор? Целыми автобусами люди приезжают на могилку. Понятия не имею, кто это. Эх ты. Папа, мы идем на озеро. Точно не хочешь с нами? Ой, прости, мне надо поработать. Я на выходных вас на озеро свожу, а потом покатаемся на шелех. А я почти научился плавать. Молодец, осталось немного доучиться и все. Так, ладно, дети пожелаем папе хорошего дня на французском и идем. Бон джурне. А Оксана не знает. Знаю. Бон джурне, папа. Нужно говорить папа. Тук-тук-тук-тук, не отвлекай. Можно я попросить на секунду подойти, вопрос есть. Слушай, ну давай как-то нормальную. Ты, в общем, это, прогуляться не хочешь? Чего ты меня так волком смотришь? Мне тоже все не очень нравится. Тебе, кстати, эта одежка идет. Даже больше, чем Ларе. Чего такая грустная-то? Может, что случилось еще помочь? Ты скажи. Спасибо, не надо. Слышишь? Борзеть, не надо. Принцесса нашлась. Как же ты по-хорошему разговариваешь? Тоже я по-плохому могу, а? Может, ты забыла, где ты находишься? Вон там лес. Будешь рать, тебя никто не услышит. Вадим Николаевич, да? Да, Костя, я тут палец поранил случайно. Ага, кровь идет. Можно я его пойду, быстро обработаю чем-нибудь? Да, пять минут буквально, куда надеемся? Здесь же все закрыто. Так, здесь была бумага где-то, да? Так, должны же здесь быть спички. Может, они были? Так, здесь было. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Вот! 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 Что случилось? Там пожар! Огненный тушитель! Быстро! Огненный тушитель! Света! Ты ее видишь? Света! Света! Я не живу на воздухе! Туши здесь! Туши здесь! Осторожно! Кого в порядке? Как? Я... я... я не знаю. Боже, я могу понять, что... Где горит? Я сейчас приду, сейчас приду. Хорошо! КАШЛИВАНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ КАШЛИВАНИЕ ВРОДИСМЕНТЫ КАШЛИВАНИЕ Повторяем спряжение глагола «être» в настоящем времени. Оксанка, для тебя задание. Андрюша уже все знает. А если я все правильно скажу, можно нам просто чуть-чуть побегать? Только к озеру не подходить. Хорошо, иди тебе, Катя. Побежали. Ура! Только 10 минут. Хорошо. Ты не бойся, она не смотрит. А тут глубоко. Там уже собачи умеют. Да не умеешь ты. Умею. А ты просто боишься. Сам ты боишься. А так? Смотри, как я могу. Что ты делаешь? Перестань. Мне не страшно, мне не страшно. Перестань. А мне не страшно, мне не страшно. Ой, дерьмо. Андрей, Андрей, он оттанул, помогите. Кто-нибудь скорей. Андрей. Андрей, помогите. Папа, Лара, помогите. Что случилось? Он там под водой, я не умею плавать. Что случилось? Андрей, что произошло, я спрашиваю. Я не знаю. Я только на секунду отвернулась. Андрей, что? Вадим. Вот это. Да. Ты же все дрожишь. Фух. Ну вот. А перец кто еще не будет? Сухую одежду и полотенце. Вадим, я все-таки... Одежду и полотенце быстрее. Ну, Андрюша. Андрюшенька. Ну, мы о чем с тобой договаривались, а? Извини, пап. Извини. Дурачок-то мой. Хорошо, что тетя рядом была. Это она меня из воды вытащила? Да она так в воду прыгнула. Но я ей даже спасибо не сказал. Пап, а кто она? Вы о ком? Тетя. А, это Даня Росвенцовна. Так, вы мне зубы не заговаривайте. Зачем в воду полезли? Она так похожа на маму. Татьяна Леонидовна. Добрый день. Добрый. А, вы мне не поможете? Слушаю вас. Не знаете, чья это могила? Ну, как же, я знаю. Весь город знает, что это жена Левчука. Вадима? Вадим. А вам, милочка, я бы не советовал в вашем-то положении гулять по кладбищу, а? Я несуеверная. А вы не знаете, кто ухаживает за могилой? Кто цветы принес? Вадим? Вадим. Сухая одежда. И выпейте горячего чая, согреетесь. Спасибо. С мальчиком все в порядке? Уже да. И все-таки понаблюдайте, чтобы исключить возможность вторичного утопления. Это что значит? Ну, иногда вода попадает не только в верхние дыхательные пути, но и в легкие. Вызывает инфицирование и, как следствие, отек. Но вы не пугайтесь, это бывает крайне редко. Я просто вас предупреждаю. Вадим. Света. Но вы и так знаете. Когда переоденете, приходите в дом. На правах гостей или пленницы? На правах человека, который споджит моему сыну. Пей. Ну что, сегодня без занятий будем смотреть мультики. Можем на французском. Лучше бы я утонул. Типун, тебе нравится, дедка. Ну? А что такое типун? Вначале выпей молочко, пока тепленькое. Ой, нет, нет. Молока лучше не надо. Это лишняя нагрузка на организм. Он может вызвать приступ рвоты. Простите, но я думаю, что теплого чая будет вполне достаточно. Валентина, принесите чай, пожалуйста. Да, да, конечно. Спасибо вам. Я так сильно испугался. А ты не думал, что я могу тебя спасти? Так ты в меня веришь. Так, приглашайте Светлану к столу, будем пить чай. Ну, вообще-то вам, вас надо научить плавать. Ну, как когда-то научил меня мой папа. Как учил? Рассказать? Да! А я помню, когда мы с Костей были маленькими, Костя меня прям с лодки столкнул на середину озера. И я от испуга доплыла аж до самого берега. Ух ты! Так, даже не думайте это повторить. А я совсем не это имела в виду. Я поняла. Сейчас узнаю, готовлю чай. А вас папа с лодки не сбрасывал? Ну, нет, конечно. Это все за пятнадцатый год? Угу. Что-то еще? Спасибо. Дело оказалось в карточном долге. Один из партнеров проиграл 300 тысяч долларов, за что и подожгли склад фирмы Левчук-Аверин. Но после случившегося, Вадим Левчук избил своего партнера, попал в СИЗО. Избил своего партнера и попал в СИЗО. Ты был прав, экскурсия к могиле музыканта оказалась очень познавательной. Ну, рад за тебя. Позже поговорим. Подожди, я кое-что узнала. А еще я как-то решила выследить, кто же кладет подарки под елку. Дед Мороз или мама с папой? А вы еще верите в Деда Морозу? Не рассказываете? Что значит еще? Мы давно не верим. Мы знаем, что Деда Мороза нет. Зато есть Санта. Это он кладет подарки под елку. Или что? Санта тоже нет? Нет, нет. Санта существует. Поверила. Так вы меня обманываете, да? Подожди. Ты весь горишь. А, Вадим, у него жар. Но это же не симптомы вторичного утопления? Да нет, не похоже. А у вас есть в аптечке какой-нибудь жаропонижающий? Честно, идем. Ты говорила, что она некрасивая. Она очень красивая. То есть, Ата, что дети из-за нее чуть не утонули, так это нормально, да? Зато красивая. Из-за нее? Ну, а за кого? Дети к ней побежали, а она пообещала, что присмотрит за ними. Я даже боюсь представить, что бы было, если бы я не бросилась в воду и не спасла их. Так это ты спасла детей. Ну, а кто? А чего ты сухая? Валентина, в аптечке нет жаропонижающего. Куда все подевалось, я не понимаю. Что, 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 что случилось? У Андрюши температура. Все у нас есть. Господи, бедненький. Нужно ему холодное приложить. Светлана разберется, спасибо. Вот так я каждую недельку и прихожу на могилку, приношу свежие, цветочки ставлю. Вадим давно не приезжал, и он не проверит, как я тут убираю. А я человек добросовестный. Если пообещал, то надо же сделать. Дед, это все очень интересно. Ну, давай ближе к делу. Как найти Левчука? А мы на ты не договаривались, дружок. Какой тебе дружок? Леш, понимаете, у нас скоро свадьба. Мы переживаем. Вадим мой двоюродный брат, я хочу, чтобы он меня к алтарю вел. Не поздновато ли к алтарю вы собрались, молодожены? Так, ладно. Короче, знаешь, где Левчука искать? Да, нет? А тебе адрес нужен, чтобы приглашение разослать? Допустим. Да не знаю я, где он, не знаю. Но зато знаю номера машин, на которых он приезжал сюда к нам полгода назад. А запомнил я их, потому что эти циферки на номерах совпадают с датой моего рождения. Понял как? Увлекательная история. А сразу не мог сказать? Послушай, все одно слово, и моя память пропадет. Я забуду все циферки. Нравится такое? Продиктуйте, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как он? Спит. Температура спала, так что все хорошо. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Зато я знаю. Боюсь, это сейчас невозможно. Ну, тогда расскажите правду. Хотя это я заслужила. А какая правда вас интересует? Хватит валять дурака. Вы все прекрасно понимаете. Объясните, наконец, что происходит? Почему вы держите меня в плену? С сегодняшнего дня вы не в плену. Я разрешаю вам гулять под присмотром, конечно. Серьезно? Разрешаете? И по-вашему это не плен? Я могу рассказать вам всю правду, но боюсь, что она вам не понравится. Давайте я буду решать, что мне понравится, а что нет. Хорошо. Я отвечу на любой ваш вопрос, кроме причин пребывания здесь. Любой? Слабо верится. Любой. Мама Оксана и Андрея. Что с ней? Простите. Это ваше личное, и вы не обязаны. Я понимаю. Извините. А я вас искала? Можете идти, Кость вас проводит. Да, да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Зачем вы меня искали? Сегодня был сумасшедший день, и я хотела предложить вам выпить и расслабиться. Дети уже спят. Еще раз. Андрея Оксановна, окажется без присмотра, я вас уволю. Простите, я... Я совсем не это хотела сказать. Вы все поняли, Лариса? Да. Леш, может, лучше утром ехать? Нет, сейчас. Машина Вадима зарегистрирована в соседнем городе. Я знаю его домашний адрес. Ну и что, ты просто завалишься к нему в дом? Среди ночи? Не просто так, и не среди ночи. Но это тебя уже не касается. Я завтра утром пришлю за тобой такси. Что? То есть, как собирать информацию, так пожалуйста? А как посвятить меня хоть в какие-то подробности? Что ты от меня хочешь, Наташа? Я хочу, чтобы ты был со мной честен. Что на самом деле произошло между тобой и Вадимом? Так, все знаешь, я тебе все рассказал. Все? Не переспрашивай. Слушай, вот зачем ты так? Наташа. Ну, милая. Ну, я же действительно переживаю, чтобы ничего не случилось нехорошего. Просто ты, малыш, это самое ценное, что у меня есть. А если Вадим об этом узнает, он обязательно попытается этим воспользоваться. И я себе этого не смогу простить. Я подумала и решила, что сегодня будем целый день играть. Без уроков. Брысь отсюда! Вы можете его наконец-то выгнать? Ну, голодный ведь. Не говори, Арчи, брысь. Он не кошка. Конечно, не кошка. Кошку бы я не стала прогонять. Так, не будем ссориться. Чем займемся после завтрака? Мы пойдем к тете Свете. Она классная. И так и не рассказала нам про Санта-Клауса. Папа запретил ходить к этой тете. Так что будем гулять на лужайке возле дома. Кстати, у нас очень много настольных икр, даже не распакованных. Скукотища. Оксан, ну вот как так можно говорить о том, во что ты ни разу не играла? Ты всегда хочешь, чтобы мы сидели на одном месте и не двигались. И зубились слова. Я же сказала, сегодня без уроков. А настольные игры это полезно и интересно. Так, дети, даже не думай. Прекратите, кому я сказала? Оксана, Андрей! Да, это что такое вообще? Ничего не ели! Дети, перестаньте! Андрей, Оксан! Да ну сколько можно? Вы меня слышите? Ой! Оксана! Все исправлюсь. Да не трогайте вы меня. Ой, Господи. Ой. Папочка! Папа! Как себя чувствуешь? Все хорошо, папа. Насчет воды договорились, без меня не подходим. Угу. Отлично. А мы сегодня будем играть в настольные игры целый день. Мы уже договорились, да, дети? Нет. Угу. Классные ножки. Что, балдела что ли? Забыла, о чем мы договаривались или что? Чего ты стоишь, глазами лупаешь? Может мне босс сказать, что опять пыталась сбежать? Если где-то и есть мой персональный ад, то ты обязательное его условие. Чего? Ничего. Да, классная баба. Нет, такое. Действуем по плану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за чёрт? А? Вы что здесь? Я не понял. Ты что делаешь? Ты что творишь, а? Ты чего? Ты чего творишь, а? Где он? Денег дома нет. Я спрашиваю, где Вадим Левчук? Кто? Там чисто. Иди наверху, посмотри. Где Левчук? Я не знаю никакого Левчука. Скажешь, останешься зубами. Не знаю я никакого Левчука, ребят. Его машина зарегистрирована по этому адресу. Машина, машина. А-а-а! Это может быть бывший хозяин этого дома. Точно! Не заливай. Да, ребят, ну я не заливаю. Честное слово, я не заливаю. Вот вы можете посмотреть документы. Они в сейфе. Я несколько лет назад купил этот дом. Где сейф? Сейф. Сейф там. Там справа, внизу там справа сейф мой. Вон, да. Ключ где? Где ключ? Где ключ? Ну, там, где всегда ключ. За статуэткой вон. Я же говорил, что дома денег нет. А документы, да, вот в этой папке. В красной. Да, вот это она. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, это он? Вадим Николаевич Левчук продал дом. Скорому. Скорый это я, честь имею. Вижу, не тупой. Так где Левчук? Да, ребят, ну честное слово, я не знаю, где ваш Левчук. Ну что? Он вам что-то сделал, да? Я понял. Он вам что-то... Я вообще, вы знаете, я его как первый раз увидел. Он такой... Такой он... У него шрамы. 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 Скажешь кому-то, что мы здесь были, вернемся и закончим с зубами, понял? Пошли. Я вообще быстро все понимаю. Продолжение следует... можно я спокойно позагораю без надзирателя надзиратель прикольное слово слушай может я это присоединюсь можешь уйти а ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдем, Арчи. Игрок, который наберет больше десяти очков, имеет право первыми выстрелить из водного пистолета. А игрок, который наберет меньше десяти очков... Андрюш, Оксан, вы меня слышите? Игроки, которые наберут десять очков... Так, а ну, отдайте мне пистолет. Ты... Что ж такое? Я же только что переоделась. А ну, отдайте пистолет. Отдайте пистолеты! Да ну... Черт... Черт, она с толкой, даже надо было ее выбрать. Да ну прекратите вы уже! Так, отдайте мне пистолеты! Не ругайся. Я не ругаюсь. Просто отдайте мне, пожалуйста, пистолеты. Черт его, пистолеты! Оксана! Черт, она игра! Дети, а ну быстро отдайте мне пистолеты! Дети! Андрюша! Да ты ж такой! Че ты ржешь? Ну а че, нельзя что ли? Смешно потому что. Угу, смешно ему. Да, я вижу кто-кто, а ты, сестренка, не скучаешь. Лучше вон пойди и забери у них пистолеты. Забери у них пистолеты. Мне такой команды не давали. Не давали. Ненавижу их. О, а я вижу в пединститутах не учат любить детей. Тише. И вообще, иди вон к своей родственнице. А то опять сбежит. Не сбежит. За ней босс наблюдает. Что? Ну да. Она вон там на берегу купается, возле мостика. А он на противоположном берегу стоит и слюни на нее пускает вместе с собакой. Что ты несешь? Клянусь, я тебя сам видел. Кстати, так на родственнице не смотрят. Трындец. Кто она вообще такая? И что ей здесь нужно? Так, стоп. А малые где? А я откуда знаю? Я не пастырь. Не пастырь он. Оксанка, Андрюш, вы где? Мои хорошие, вы прячетесь? Дети? За мной, придурок. Мои хорошие, вы прячетесь? Андрюша! Оксанка! Теть Свет, привет! Привет. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хочете поиграть с нами? Давайте. С удовольствием. Как действовать? Как это работает, а? Ну, это... Ой, я поняла. Берегись. Какого хрена? Слушай, ну, не тонет никто, и хорошо. Оксанка, Андрей! Быстро домой, вы меня слышите? Дети! Быстро увидели. В смысле увидели? А что я могу сделать? Она останется. Вадим, я пыталась их удержать, но... Не надо было шхуточку. Просто вы говорили, что... Да, я говорил. А теперь я разрешаю. Детям играй со Светланой. Но там вода рядом, и... Дети, будьте осторожны! Папочка! Хочешь поиграть с нами? А давай. Ну-ка. Так, мальчики против девочек. Ну-ка. Показывай, как работает. Быстро показывай, как. Мне нужно что-то срочно делать. Я знаю, что без них сделал. Ты вообще придурок. Он ломает все наши плавные. Я сдаю, все. Я сдаю, сдаю, сдаю. Трое профессионалов, я сдаю. Что я сдаю? Все, что? Дерегись. Так, нечестно. Так, нечестно. Так, нечестно. Аркадий Степанович, добрый день. Вы уже вернулись? Да, вернулся. И готов обсуждать наш вопрос. Завтра в девять у вас. Подходит? Давайте чуть-чуть отсрочим. Просто Светочка, она не в форме. Хорошо, во вторник. Давайте не так скоро. Ладно. Когда? Давайте мы с вами встретимся без света. Пока все предварительно обсудим. Начнем инвестирование, потом... Алексей. Предварительно мы уже обсуждали. И не раз. Либо мы подписываем договор, либо я найду, куда вложить пять миллионов. Понимаю, я вас прекрасно понимаю. Когда Светлана будет готова, пусть свяжется со мной. Договоримся. Я все понял. Я вам перезвоню. Нет, вы меня не поняли. Впредь я буду вести переговоры только со Светланой. Круто, что папа разрешил нам приходить к тебе. Да, Свет, вы не против? Ну, конечно, нет. А можно спросить? Да. Ты нам родственница какая? Может быть, страннейшая мама, и поэтому она так похожа. У мамы не было сестры. Вдруг? Совсем ненормальной. Если бы у мамы была сестра, мы бы знали. Так, не ссорьтесь. Я не сестра вашей мамы. А кто тогда? Лучше спросите у папы. Мы уже спрашивали. Он сказал, что ты наша дальняя родственница. Мамина родственница. Прости, солнышко, но нет. Жалко. Я маму почти не помню. Я помню. Ага. Рассказывай. Помню. Она на день рождения вот такие, я знаю, торты готовила. Наполеон. Два Наполеона. Чтобы никому не было обидно. Мама у нас была очень хорошая. Знаете, а я тоже умею готовить Наполеон. Ну, конечно, не такой вкусный, как готовила ваша мама, но... Хотите? Да! Отлично! Сюр какой-то. Нормально жили, а тут бах. Здрасте, приехали. Да я тоже не отдупляюсь. Мне босс говорит, не шагу от нее не отходи, а теперь оставь ее в покое. Мне что делать? А я? Кто теперь здесь я? Ну, явно не хозяйка дома. Делать что будем? Не знаю, Лара. Надо это мозгами порошкинуть. Было бы чем кидать. Чего? Ничего. Избавиться от нее нужно срочно. Только как? Простите, я не отвлекаю? Все в порядке? Да. Я хотела спросить, можно я приготовлю детям Наполеон? Ну, если они так хотят, хорошо. Ура! Ура! Спасибо. Открывайтесь. Фулл хаус. Да. А доложи десяточку. Еще одну? Серьезно? Хорошую. Ну, дай. Я больше не попрошу. Нет, дружище. И пить хватит. Езжай домой. Я могу. Правда? Десяточку? Две. Да, без проблем. Не связывайся с ним. Отстань. Поехали. Ну, давай. Какую? А давай белую. Вы пирог готовите? Молодцы. Контакт с тестом очень полезен для детей. Развивает лобные доли мозга. Лара, ну ты же говорила, что никаких уроков сегодня. Ну так мы совсем не занимаемся. Я просто хочу вам помочь. Где Света? Спасибо, Лариса. Я Лара. Лара, вы отдыхайте, а мы вас позовем к столу. Спасибо. Так, а вам что, не нравится ваша няня? С ней скучно. С ней даже выпачкаться нельзя. А с вами? Мы как мы. Понимаете? Понимаете. Так, и тебе тоже. И я в вашей команде. А хотите, я вам фокус покажу? Да. Да? Итак, смотрите. Берем соду немного. Теперь много уксуса. Если мы закроем крышкой, то будет бах. Но мы так делать не будем. Наливаем уксус. Тетя Валь, а вы видели, что у вас на кухне происходит? Так Светлана с детками торт готовит. А мне чай заварила. Такая милая женщина. Очень милая. Только что мне сказала, что вашу стряпню есть невозможно. И что если бы была ее воля, уволила бы вас. Меня? Так и сказала. А в глаза улыбалась. Улыбалась и будет улыбаться. Пока всех нас не уволят. Родственницы. Вот гадина. Таких дуличных больше всего не люблю. Ларочка, ты чего? Не переживай. Вадим не даст нас уволить. Да я не увольнение боюсь. Просто после того, что между нами было... У кого было? У меня и Вадима. Месяц назад. Лара, солнце. А теперь вот родственница какая-то появилась. Понимаете, почему мне так плохо? Я люблю его. Ну, детка. Мы-то что можем сделать? Можем. Тетя Валь, поможете мне? Ну да, конечно, разумеется. Папа, папа! Я перезвоню. Тетя Света такой крем сделала? Какой? Настоящий Наполеон. Пойдем вместе из духовки вытащим. Как это называется? Коржи. Коржи. И будем крем мазать. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Сгорели? Я, наверное, просто слишком высокую температуру выставила. Ну, это чужая духовка. Дети, простите. И на что теперь крем намазывать? В холодильнике есть мороженое. Тоже неплохой десерт. Тетя Света так старалась. Божечки, что случилось? О! Я так понимаю, торта у нас сегодня не будет, да? Зато у меня к ужину все готово. Голодными не останемся. Несмотря на то, что стряпнимое есть невозможно. Приятного ужина. Мне, наверное, лучше вернуться к себе. Светлана, подождите. Оставайтесь на ужин. Пожалуйста. Пожалуйста. Проиграл все деньги. Стой. Ничего не Миша должен. Ты хоть знаешь, кто он такой, а? Стас, я тебя прошу. Ну, мне надо вот это вот. Все, ладно? Леха, ты куда это собрался, а? Я тебе не Леха. Ну, Леха, не Леха, а двадцатку с процентами ты мне отдашь. У тебя сутки. Господи, да что вы все заладили с этими сутками? Какой? Кстати, мы с тобой про сроки не договаривались. А ты не слишком борзый, а? Тихо, тихо, тихо. Убери руки. Убери. Не нарывайся. Все. Лишь, да ты видишь, он в храм. Он завтра проспится, тебя сам доберет. Твоя машина? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Завтра что вы с Калюсиней? Мы в Калюсиней катаемся на лошадях. У соседа конюшные в десяти километрах отсюда. Тетя Света, хотите с нами? А что? Я не умею кататься на лошадях, но спасибо. Мы вас научим. Правда, папа? Тем более Лара ненавидит животных. С чего ты взяла? Я очень люблю лошадей. Светлана, вы не против? Я предлагаю тост. За семейные традиции. Светлана, а у вас же с мужем тоже есть традиции? Может быть, поделитесь, нам очень интересно. Ну, я как-нибудь в другой раз. Спасибо за ужин. Тетя Свет! Я самое главное забыла. Это я сама сделала. У меня такое же. Это мне? Спасибо, моя золотая. Мне никто ничего подобного еще не дарил. Только я без браслета. Ты мальчик, а мы девочки. Смотри. Лара говорит, что это называется... Как это называется? Дискриминация. Вы меня дискриминацируете? Дискриминирую. Какие вы смешные. Идите спать, вам уже пора. Все, до завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, тетя Свет. Спокойной ночи. Да, Наташ. Ты нашел Свету? Не нашел я Свету. А где она может быть? Да откуда же я знаю, где она может быть? Ты что, пьян? Нет, я не пьян. Я просто очень устал. Завтра поговорим. А что ты здесь делаешь? Я пришла к тебе. Сколько раз говорит тебе, Лара, между нами ничего не будет. Но ведь было. И было хорошо. Ты здесь. Потому что гувернантку с двумя языками, которая согласилась жить в Лишу, вдали от города. Знаете, очень сложно. Но ты ведь знаешь, что я хороша не только в языках. На выход. Я не понимаю, что не так? Не испытывай мое терпение. Она тебе нравится, да? Но у нее есть семья, я права. И рано или поздно она вернется в семью. А я останусь здесь. Рядом. Подумай об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Давай, собирайся. На лошадях кататься? Так рано? На каких нафиг лошадях? Ты свободна? Что? Кап что? Распоряжение босса. Давай, одевайся, отведу тебя на электричку. Подожди, а то так просто, а почему? По кочану, слушай, ты нормальный вообще? То ты сбежать пытаешься, то остаешься здесь, не хочешь никуда идти, вопрос создаешь. А дети? Я должна с ними попрощаться. Босс сказал, никаких прощаний. Собираешься остаться, мне двери закрыть или что? Да, а лес у нас здесь хороший, двери вон высокие. Вон там малины вообще просто завались. Можно просто хоть целый год умирать. Хорошо здесь. Аккуратно, деточка. Да, классная ты тёлка. У меня таких никогда не было. Ага, и не будет. Думаешь? Слушайте, а что происходит? Куда мы идём? Я же говорю, на станцию. Вон там, за лесом, станция. Хорошо, спасибо. Я сама могу дойти. Тихо, тихо, тихо. Какая хитрая, а? Мне босс сказал за тобой приглядеть, убедиться, что ты дошла. Вот и убеждаюсь. Отпугалась что ли? Только тронь меня. И что ты сделаешь? Тихо, тихо, тихо. Абонент по зону 10. Исей! Что ты? Не пошутил, небось. Правда. Пойдём, время. Сейчас уедет электричка, мы опоздаем. Зачем она нам? Ну? Я с тобой никуда не пойду. Ни шагу не сделаю, понял? Ну, принцессочка. Куда же тебя на руках? Ни сдавай, понесу. Так. Стой. Куда ты сверла? Мне нужно попрощаться с детьми. Ну, давай, на словах расскажи, я передам. Что сказать? Пусти меня. Стой здесь, товарищ. Стой здесь, искал. Пусти меня. Стой! Стой! Подожду её в машине. Илья. Если ты ещё не понял, говорю тебе прямо в лоб. Меня достало, что ты бегаешь за моей женой. Ясно? А меня достало, что ты постоянно врёшь. Где Света? Ты же не просто так переносишь сделку с Боголеповым. У неё выкидыш. Снова? Да, снова. И она уехала в горы. Не хочет видеть даже меня. В горы, значит, уехала? Да, в горы. В такие высокие горы. Только я тебя прошу, пожалуйста, пускай это останется между нами, ладно? Ты же знаешь, Света, она не любит, когда к ней проявляют жалость. Да. Это правда. А ещё она никогда не избегает от проблем. Она бы не уехала, не закончив дела с Боголеповым. Неужели ты думаешь, что я бы стал врать о выкидыши жены? Зачем? Не знаю, но я это выясню. Выясняй, Шарлотт. Проходите. Это гостевая комната. Здесь вам будет гораздо удобнее. Да, спасибо. Мне бы хотелось, чтобы всё это прошло для вас максимально комфортно. Комфортно? Это вы про мой плен? Да, насколько это возможно. Поверьте, я... В общем, простите. Вы просите прощения за всё? Или только за то, что произошло сегодня утром? Похоже, за всё. Ну, завтрак готов. Ходите, спускайтесь. Дети обрадуются. Бедный Костик. Где он найдёт ещё такую хорошую работу? А ведь сто процентов она сама его хмурила. Я сама видела, как она с ним флиртовала. Мало ей и Вадима, так она ещё и решила и Костика захомутать. Костик молодой парень. Только пальцем помани. Ух, прохиндейка. А вы видели, как она из себя жертву корчит? Вадим её даже под лук отвёл. Опасная женщина. Опасная. По ней сразу видно. Так, Лара. Да, Вадим. Как она? Как она себя чувствует? Собирайте вещи. Зачем? Вы и ваш брат уволены. Ой, Вадим. Вадим! Вадим, она сама попросила, чтобы её отвели на электричку. До этого заигрывала с Костей и звала в свой гостевой домик, если вы понимаете, о чём я. Я понимаю, что Костик бы сам до такого не додумался, поэтому поспешите, а то на электричку опоздаете. Дайте хоть с детьми попрощаться. Я сам всё детям объясню. Опоздайте на электричку, Лара. Всё будет хорошо, моя девочка, всё будет хорошо. Всё дети поймут, не волнуйся. Вспомните мои слова. Она никого не пощадит. Всех выживет. И вас тоже. Лара! Валентина, не грустите. Эти двое того не заслуживают. Как жрать-то охота, а? А у Валентины сейчас, наверное, кролики на обед. Пойдём давай, кролики. Под ноги смотри. Идиот! Нашёл же себе нормальную, ненапряжную работу. Нет, надо было со своими мегапланами всунуться и всё мне испортить. Ну, во-первых, эту работу нашла тебе я. А во-вторых, я туда ещё вернусь. А я что? Мне что прикажешь делать? Пирожками собачать или на вокзале торговать? А не надо было руки распускать. Да я не распускай. Да заткнись ты! Не хочу больше ничего слушать. Так, нам надо ещё новый телефонный номер купить. Лара, нафига бабло тратить. Нам же ещё хату снимать. Там, кажется, симки продают. Пойдём. Набрала с собой шматья, а он всё равно на тебя не повёлся. Папа, тебе Света сегодня завтракает с нами. Выбирайте себе место. А, так вот здесь. Тогда я справа. Нет, я справа. Я хочу сидеть здесь. Сначала выучи, где право, а где лево. Сам выучи. Да какая разница, кто справа, а кто слева. Мы же всё равно все будем сидеть за одним столом, правильно? А здесь обычно Лара сидит. Лара не будет. Почему? Оно будет по семейным обстоятельствам. Как это? Её брату Косте нужна помощь. А братья и сёстры всегда помогают друг другу. И уступают. Всем приятного аппетита. Андрюша, ты помнишь, что у нас общество чистых тарелок? Да. Значит, уроков сегодня не будет. Сегодня не будет. Но я вам уже ищу новую гувернанку. А на лошадях мы будем сегодня кататься? Да. Спасибо. Я умею галопом. Он не умеет. А я умею. И скачу быстрее него. Неправда. У соседа конюшня из школы верховой езды. Там классно. Лошадям можно давать морковку или сахар. Но лучше сахар. Ну, я не уверена, что смогу к вам присоединиться. Сможете. Если лошадей не боитесь. Нет? Я, кажется, уже ничего не боюсь. Тетя Света, я научу скататься. Нет, я научу. Так, спокойно, спокойно. Мы найдем тете Свете хорошего инструктора. Итак, нужно встать слева от лошади. Да, точно слева, не справа. Пап, я знаю, где лево. Я только право путаю. Подтягиваешь подпруги под свой рост. Так, я настроил под вашу рост. Пап, ну дай мне объяснить. Да, да, конечно, извини. Говори. Подгоняйте подпруги. Да. Перекидываешь повод через голову лошади. Угу. И? И ставлю ступню в стремя. Правильно. Левую ногу в стремя, а правую перекидываешь через лошадь. Точно правую. Я знаю, где правая. Вот. Пап, ты видел, она не ту ногу показала. Ну, зато она хорошая наездница. Езжу, получше тебя. Неправда. Так, ну что, давайте я попробую. Вдруг у меня получится. Давай. Все в порядке. Тетя Свет, все хорошо? Да, да. Просто я немного испугалась. Если ходить, можем и продолжать. Нет, я еще раз попробую. Андрюша, принеси шлем, пожалуйста. Пап, а у Андрюши тоже сначала ничего не получалось. Зато вон, как он теперь круто ездит. Вот. Про тебя ничего не получалось. Может быть, в этот раз у меня получится. Вадим, приветствую. День добрый. Что ты зачастил к нам сосед? Детям нравится кататься. Я вижу, не только детям. А кто это с ними? Вроде на гувернантку не похоже. В гости. Ух ты. Улыбка. Это что-то новенькое. Дети у тебя всегда веселые. Но чтоб ты улыбался, я вижу в первый раз. Ну, а ты меня не так давно узнаешь. А может, дело в гости? Он всем говорит, что она его гостья. Конечно, нет. Но я же говорю, вам удерживает силой. Где удерживает? В гостевом домике. Да, но она не гостья. Что? На кого вы хотите меня переключить? На следователя? Хорошо, я подожду. А ты не мог еще хуже квартиру найти? Так надо было самой выбирать, а не по маникюрам лазить. Слушай, тебе вообще ничего доверить нельзя. Если бы не ты, у меня бы сейчас на ужин был плов с мясом, пирог и компот. Алло, стихи. Да, да, здравствуйте. Да, это я сообщила о похищении женщины. Адрес? Конечно, знаю. Записывайте. Ну, наша прогулка подошла к концу. Кстати, я не сказала вам спасибо. Папа, полицейская машина. Здравствуйте, мы хотим поговорить с Вадимом Левчуком. Это я. Нам поступил анонимный звонок и сообщили, что здесь удерживают женщину против ее воли. Зовут Светлана. Вас Светлана зовут? Да, да, Светлана. И вы подходите под описание похищенной женщины? Я даже не знаю, что вам сказать. Я, Светлана Аверина, нахожусь здесь, в гостях. Я друг семьи. Аноним сообщил, что вас заставляют так говорить. Тетя Света не врет. Она и правда у нас в гостях. Она спасла моего брата, когда он там в озере. За это я научила кататься ее на лошадях. Покажи ему браслетик. Смотрите, одинаковые. Это я плела. Послушайте, я лицо незаинтересованное. Вадим с детьми и со своей гостьей только что были у меня на конюшне. Эта женщина спокойно каталась на лошади, прогуливала, сделала все, что хотела. Может, я ошибаюсь, но это не похоже на удержание силы. Мне кажется, я знаю, кто это. Это аноним. Можно вас на минутку? Хочу вас предупредить сразу, что взятка в такой ситуации не поможет. Нет, я не собираюсь давать вам взятку. Сегодня я уволил двух недобросовестных сотрудников. И мне кажется, это они. В принципе, мы можем проверить эту информацию. Дайте нам минуту. Мы сообразим, что делать дальше. Пожалуйста. Папочка, тебя не заберут? Все будет хорошо. Светлана? Правильно? Да, да, Светлана. Мы хотим с вами поговорить без свидетелей. Присядьте в машину. Хорошо. Присаживайтесь. Спасибо. Светлана, вы сейчас в безопасности. Он вас не видит, не слышит. И вы можете сказать нам правду. Вас здесь удерживают силой? Если да, мы вас вернем домой. О, Наташ, привет. Привет. Я думал, ты уже вовсе в декрете. Да так, зашла всякие мелочи забрать. Вот, не могу без любимой кружки. Слушай, тебе не кажется, что как-то людей меньше в офисе стало? Так все же разъехались уже. Конец рабочего дня. Слушай, Наташа, ты не знаешь, где сейчас Светлана Викторовна? Быть может, она тебе поручения какие-то давала. Ну, не знаю, билеты или отель забронировать. Нет, ничего такого. Я уже, по сути, давно не ее ассистентка. Ты сам знаешь, как редко она тут бывает. Ну, да. Прости, я просто так спросил на всякий случай. Помочь тебе? Нет, спасибо. Она не тяжелая. Я уже такси вызвала. Понятно. Ну, хорошо. Илья, я понимаю, как тебе сложно. Она замужем, а ты на все готов ради нее. Дело не в том, что она замужем. Дело в том, за кем она замужем. Не поняла. Светлана не выходит на связь. Я не знаю, где она, что с ней. И за этим точно стоит Леша. В каком смысле? Он постоянно переносит сделку с Боголеповым. А он не тот человек, который откажется от денег. Поэтому я думаю, что Леша что-то скрывает. А ты не думаешь, что ты просто не объективно к нему относишься? Просто потому, что ты любишь Свету? Какая разница, как я к нему отношусь? Света пропала. Если она не появится в ближайшие дни, то я просто пойду в полицию. Илья, не делай глупостей. Вот пойдешь ты в полицию, они начнут что-то рыть, выяснять. Сюда придут в офис. Ты себе представляешь, какие они и слухи пойдут? Может, с ней вообще все в порядке? А ты сейчас скандал уже сдуешь. Илья. Да. Такси подъехала. Давай, давай, помогу тебе. Я отнесу. Спасибо. Светлана, вас удерживают здесь силой? Простите, но я вам уже все сказала. Я в гостях у семьи Левчуков. По собственной воле. И я могу вернуться домой, когда захочу. Хорошо, можете идти. Хорошего вечера. Да. Прости, я не хотела сюда приезжать, но это очень срочно. Ну так надо было позвонить, если срочно. Илья идет в полицию, он хочет ее найти. Он к ней неравнодушен, но он не успокоится. Ты бы его увидел сегодня. Так, заходи, а то соседи увидят. Наташа, нам с тобой сейчас надо думать не про этого клоуна, а про бабки, понимаешь? На кону пять лямов. И если Света вовремя не появится, то я останусь с голой жопой, понимаешь? Леш, ты останешься с нами. А нам с малышом плевать, есть у тебя деньги или нет. Серьезно? Нравится рубашка? При чем тут рубашка? Часы, прическа, пиджак, обувь. На первом нашем свидании я повез тебя в дорогой ресторан, на дорогом автомобиле. Да если бы этого всего у меня не было, ты бы в жизни на меня не повелась. Зачем ты так говоришь? Я хоть раз тебя о чем-то просила? Даже развестись? Наташа, извини, я... Я погорячился, я не прав. Прости. Алло. Где мои бабки? Кто это? Ты быстро забываешь старых друзей. Это Игорь, которому ты должен 53 штуки зеленых. Игорь, не в подходящее время ты звонишь? Слушай, я лучшего времени уже полгода жду. Слушай, мне нужна отсрочка. Тебе нужно руки переломать, чтобы больше в карты не играл. Смотри, скоро деньги упадут на счет, и я тебе сразу же все отдам. Скоро это когда? Давай я завтра позвоню и все уточню. Хорошо. Но не забывай о моем предложении переломать тебе руки. Оно в силе до тех пор, пока не вернешь все бабки. Я тебя услышал. Кто это? Давай без лишних вопросов. Леш, ты знаешь, за что я тебя полюбила? Не начинай. Не за часы и не за пиджак. А за то, что ты умный и сильный. Ты уже один раз потерял бизнес и встал на ноги. Ты справишься. Иди сюда. Я хочу, чтобы ты повисел на хвосте у мужа Светланы. Адрес ты знаешь. Да, Бош. Приступи прямо сейчас. Я хочу понять, собирает он деньги или нет. И вообще чем занимается, пока его жену похитили. Как-то он не очень активен. Все, давай, действуем. Вадим Николаевич, я, конечно, привыкла терпеть молча. Но это переходит все границы. А что случилось, Валентин? Ваша родственница выставила меня с моей кухни. Как это выставила? Решила сама ужин приготовить. А что мне прикажете делать? Например, отдыхать. Вы свободны, до завтра я вас отпускаю. А ужин приготовить Светлана с детьми. Вот увидите. Она вам детей разбалует. А потом, кроме конфет, есть ничего не будут. Нож кладем справа, а вилку слева. Я все правильно сделала? Да. Ого, неужели ты запомнила? Интересно, а какими же фирменными блюдами вы напугали нашу Валентину? Простите, я не знала, что она так отреагирует. Я увидела в морозилке морепродукты и предложила их приготовить. Ничего страшного, она скоро успокоится, я отпустил ее. Она до сих пор на кухне. Посудой гремит. Можем начинать? Да. Только... А у вас есть свечи? Ну, с ними будет уютнее. А. Да. Мы сейчас принесем. Присаживайтесь. Да, спасибо. А вам положить? Да, спасибо. А почему вы не сдали меня полицию? Я не могла так поступить с вашими детьми. Вам повезло, что они были рядом. А я знаю, куда их поставить. Очень красиво. Давай тарелку. А ну-ка, давай эту штуку. Я могу поучаствовать? Конечно. Поджигайте. Вот так. Держи. Давай. Так. Ну, а после ужина мы можем прогуляться или посидеть на веранде. Как идея? Нет. Мы будем смотреть мистера Фокси. Да. Сегодня новая серия. А вы можете погулять вдвоем. Хорошо? Хорошо. Да. Приятного аппетита. Да. Ешь, мой хороший, ешь. Где-то видано, чтоб собаку нельзя кормить колбасой. Самый умный нашелся. Хороших людей увольняет. Тебе нормальной еды не дает. Мне на кухню вертикоску пустил. Все. Арчи! Если хотите, я прямо сейчас могу отвезти вас домой. Сначала скажите правду. Почему вы меня похитили? Это касается только меня и вашего мужа. Но все, что касается моего мужа, касается и меня. В том-то вся проблема. Правда может изменить ваше отношение к нему. Я и так достаточно грубо мешался в вашу жизнь. Он должен сам все рассказать. Почему вы уволили Ларису? А почему здесь она? Ну, мне казалось, у вас все было хорошо. Я видела вас вчера в окне. Случайно, конечно. Случайно. Да, случайно. Между нами ничего нет и быть не может. А уволил ее, потому что так будет лучше для детей. Конечно. Ты что, мне не веришь? Не перешли, но ты. Так, машина скоро приедет. В смысле? Ты что, меня не отвезешь? Зая, ну ты же знаешь, у меня сейчас реально черная полоса. Моя машина сломалась, я ее сдал на СТУ. Слушай, ну так давай я останусь здесь. Нет, ты что, Наташ? Ты чего? Я же тебе говорил, у меня соседи еще кто увидит, что ты сюда зашла и Свете все доложит. Ну и что? Ты же все равно от нее уходишь после этой сделки с Боголеповым. Вот именно, после сделки с Боголеповым. Я уже ненавижу эту твою сделку. Классно ты меня поддерживаешь. Да ладно тебе. Я не то имела в виду. Все будет хорошо. Так, давай, мне кажется, машина уже приехала. Нет, нет, это неправильно. Во-первых, я замужем. Во-вторых, вся эта ситуация, она какая-то странная. Ты меня похитил. Это просто какой-то стокгольмский синдром. Скажи, что ты хочешь. Я все сделаю. Я не знаю. Я запуталась. Мне нужно просто прийти в себя и все обдумать. Нехорошо. Я так соскучилась по детям. Как там они без меня? Ой, плохо. Идят, что попало. Эта родственница выставила меня с кухни и приготовила сама ужин. Дети даже не стали доедать. Вот видите, я же говорила, что она скоро всех выживет. Да, у меня плохие предчувствия. Ларочка, к нам сегодня полиция приезжала. Да вы что? Не знаю, что хотели. Поговорили с хозяином и с этой. И сразу уехали. Что? Просто уехали? Ну, я же больше ничего не знаю. Они мне ничего не рассказывают. Алло. Алло. Валентина, вы меня слышите? Алло. 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 Ой, Ларочка. Теперь меня точно выгонят. Что случилось? Хозяин уже с ней. За ручку ходит. Надо мне искать новую работу. Отцу. Кто? Да я, я же уже объяснил. Вадим Левчук похитил мою жену, Светлану Аверину. И насильно удерживает ее у себя. Вы можете проверить его по своей базе. Он в СИЗО сидел год. Что удивительно. Сколько вы всего о нем знаете? Дату и место рождения. Да. Имена детей и покойной жены. Пребывание в СИЗО. Все. Кроме адреса. Да ну если бы я знал его адрес, я бы уже сам поехал. С таким амбре. За руль лучше не садиться. Ну ты что, не понимаешь что ли? У меня жену похитили. Я весь на нервах. Нервы поберегите. К нам уже обращались по поводу вашей жены. Кто? Илья Титов? Обращался на ним. Женщина. Это все, что я могу вам сказать. Но в любом случае, наши сотрудники все проверили. Пообщались и с Вадимом Левчуком, и со Светланой Авериной. Она лично подтвердила, что находится в гостях, и что ей ничего не угрожает. Как моя жена могла такое сказать? Этого знать не могу. Она человек взрослый, самостоятельный и способный. Вопрос закрыт. Хорошего... Не, 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 подожди, подожди, подожди. Дай его адрес, пожалуйста. Мы не справочное бюро. И проблему в браке тоже не решаем. Да ну как ты не понимаешь? Ее уже неделю нет дома. Пожалуйста, помоги мне ее найти. Если жена не хочет тебя видеть, полиция тут точно ей поможет. Хорошего дня. Хорошего. Пиняра тупой. Да, Наташа. Нет, они не будут искать Свету. Почему, почему? Не знаю. Мне сейчас не до тебя, давай. Потом поговорим. Пиняра тупой. Пиняра тупой. Давай им паузу сделаем, я пошуку выпью там. Мне плевать, что ты устал. Будем проверять все фамилии, да я, пока я не вспомню. Она тебе точно фамилию назвала? Точно. Она мне сказала, позвоните ее мужу. Алексей... Абаев. Нет. Ну давай с именем так легче вспомнить. Алексей Абинков. Нет. Она очень похожа. А мне дальше... Заткнись. Аверин. Алексей Аверин. Ты же сказала, что у него фамилии есть. Муква Б. Ты можешь просто искать. Алексей Аверин. О, тут этих Авериных, как дерьма. Ничего. Мы знаем, как она выглядит. Что? Давай, сдрыснул. У них должны быть какие-то совместные фотографии. Так. Да, походу, мне надо будет новую работу искать. Привет. Привет. Спасибо, что пришел. Слушай, Стас. А у тебя есть нотариус? Такой, чтобы свой. Карманы нотариус? Зачем? Гипотетически, это может и не понадобиться. Чтобы я подпись подделал и смог вывести деньги со счетов фармкомпании. Сейчас. А не рано ты собрался за игры выходить? Ты же вроде ждешь там какой-то сделки инвесторской. Я же тебе сказал. Гипотетически, это может и не понадобиться. Ну, я так, перестраховаться. Гипотетически, есть у меня один чувак. Помогает людям большие выигрыши в офшор вывести. Делает все быстро и без вопросов. Класс. Пришлешь номер? Сейчас брошь. Спасибо, выручил. Потом. Здесь останавливаете? Не, 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 поехали дальше. А где? Да, поехали просто, я заплачу. Куда дальше? Давай, давай, гони, 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 гони. Ладно. О, да тут серьезный замес. Погоня. Значит, он искал человека, который может вывести деньги в офшор? Да. Подпись подделать и вывести деньги со счета. И раз пять так сказал другу этому, что на всякий случай спрашивает, гипотетически. Черт, я нас советую, без денег. А куда он потом поехал? Дело в том, что я его потом потерял. В смысле? Я вел его от ресторана. Он все это время перемещался на такси. Подъезжаю к дому. Там машинка, машинке мужик такой солидный. Такси возле дома не остановилось. Мужик за ним поехал. И я поехал. В итоге мы оба его потеряли. Да он проигрался почти половине города. Может быть, это кредиторы. Да. Но дома он не появлялся. Продолжай следить за домом. Рано или поздно он там появится. Хорошо. Итак, Андре, как на французском будет слово «лес»? Ли форе. Ля форе. Господи, неужели так сложно запомнить? Женский род. А давай побыстрее? Давай. Нам надо поговорить. О твоем муже. Ну, еще вчера вы... Ты. Ты не хотел этого делать. Я узнал кое-что новое о нем. Новое? Значит, о старом ты говорить отказываешься. Папа, он говорит, что я мухлюю. Папа, нам мухлюет. Пойдем, ты скажешь, кто из нас быстрее. Чуть позже поговорим. Как мне с тобой повезло. Очень вкусно готовишь. Добавку будешь? Я сейчас вернусь. Не надо открывать. Леш, ты чего? Это соседка, она блендер возвращает. Тем более не надо. Я просто хочу, чтобы мы были наедине, чтобы нам никто не мешал. Леш, тебе что, кто-то угрожает? Это не твое дело. Леш, мы семья. Нас с ребенком касается все, что касается тебя. Света за три года в браке не контролировала меня так, как делаешь это ты. Она тебя никогда не любила, так как я. Ну, начинается. А можно тогда попросить тебя любить меня чуточку меньше? Что-то мне нехорошо. О, а здесь она хорошо получилась. Какая разница? Главное, что этот красавчик ее муж. Везет же людям. Так, я знаю, где находится. Ваша жена. Что? Ничего. Тоже мне умный. Так, держи. Не прошло еще? Угу. Внизу живота тянет. Леш, мне надо врачу показаться. Наташ, ну ты же знаешь, я сейчас без машины. Леш, я серьезно. Мне плохо. Ты меня слышишь? Подожди. Так, все, Наташ, мне срочно нужно бежать. Ты, если что, вызывай скорую. Не оставляй меня одну. Наташа, все будет хорошо. Не паникуй. Это вы тот аноним, который звонил в полицию? Да. Только пользы никакой. Знаю. Света сказала, что она там доброволен. Так и есть. У них с Вадимом нежная дружба. Если вы понимаете, о чем я. Давайте ближе к делу. Вы хотите вернуть свою жену? Хочу. Отлично. Тогда наши интересы совпадают. Я прямо сейчас пишу вам его адрес. Плюс скидываю вам вот от замка на калитке. И также геолокацию гостевого домика, где она обитает. Я могу ехать туда прямо сейчас? Там же охрана. К тому же она может ужинать вместе с семьей в доме. Я думаю, что вам лучше поехать туда на рассвете, когда все будут спать. Ну все, я вам все отправила. Да, получилось, спасибо. Только, пожалуйста, сделайте все правильно. Я сделаю. Хорошо. Алло, Стас. Дружище. Одолжи машину. Да верну я тебе ее с полным баком. Договорились? Подожди. Ты помнишь, на маскараде был фотограф, который еще случайно попал к нам в игровую комнату? Мне кажется, он успел что-то сфотографировать. Ты не знаешь, как его найти? Спасибо. Пока. Да, проходи. Света, у меня все основания подозревать, что Алексей хочет присвоить все твои деньги. Избежать. Это бред. Я знаю своего мужа. А ты уверена, что настолько хорошо его знаешь? Я уверена, что я знаю его лучше, чем тебя. Да. Ты здесь неделю. А он так и не попытался тебя вернуть. Может быть, он пытался, но не смог. Откуда я знаю? Ты же не хочешь рассказать, что между вами произошло? А ты хочешь знать правду? Да, я хочу знать правду. Хорошо. Твой Алексей никого не любит, кроме себя, денег и покера. Что? Я это говорю не для того, чтобы очернить его. Я хочу предупредить тебя. Ты можешь остаться без копейки. Я здесь больше не останусь. Дай мне ключи от гостевого домика. А почему просто не поехать домой? Или ты боишься, что я прав? Дай мне ключи. Там открыто. Подожди. Ну подожди. Оставь меня. Ты уже достаточно сказал. Я понимаю, ты можешь меня ненавидеть. Но сейчас так складываются обстоятельства. Ты должна знать всю правду. Я очень давно знаю Лешу. А я за ним замужем. Ты думаешь, я бы не заметила, что он играет? Послушай. Прошу тебя, пожалуйста, сядь. Сядь. У нас с ним был общий бизнес. Мы очень хорошо зарабатывали. Очень хорошо. Пока он не начал играть в покер. И он проигрывал крупные суммы. И в конце концов проигрался бандитам. Долг он не смог вернуть. Поэтому они подожгли наши склады. Ты спрашиваешь, откуда у меня эти шрамы? Я был там. Я пытался спасти свой бизнес. А спас только Арчи. А потом врачи пытались спасти меня. Когда я вышел из больницы, я хотел поговорить. Серьезно хотел бы с ним поговорить. Но я не сдержался. Я избил его. Ну а он зашадил меня на год. За это время умерла моя жена. Я даже на похороны не попал. Да, и когда я освободился, мне пришлось начинать жизнь с нуля. Я забал детей, мы переехали. И я только начал приходить в себя. И вдруг я случайно встречаю Алексея. Я очень хотел ему отомстить. Очень. Это я подстроил нашу встречу с ним за игровым столом. Я не знал исхода игры. Но я выиграл. Я готов был уже продать этот долг бандитам. И тут он поставил на конь тебя. И проиграл тебя. Мой муж проиграл меня в карты. Что за бред? Да, я понимаю, ты неприятно слушать. Поэтому я не хотел тебе этого всего рассказывать. Прости меня. Я надо побыть одной. Прости меня. Ну что ты разлегся? Пошли меня, пока не поздно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok